Привет, друзья! С вами снова международный гроссминистр Роман Ивничкин. Очередное видео из серии «Памятные парки». 27 октября 1993 года во втором туре чемпионата Свердловской области была сыграна следующая встреча между мной и кандидатом мастера Вадимом Засухиным, еще очень сильным кандидатом мастера, переписочником, человеком, который играл абсолютно все дебюты, был в курсе всей, наверное, теории того времени и на этот раз его подвело как раз излишнее знание. Он и сейчас активно играет. На первом турнире в Сочи первом любительском турнире, который проводит Сергей Абсланович Бишуков он лидировал с результатом с 5 из 5 то есть в принципе и сейчас у него сила вполне такая немаленькая я, как уже вы заметили любил заставлять противников действовать своими мозгами у меня в принципе это и сейчас сохранилось качество то есть люблю играть редкие варианты и здесь было принято решение сыграть дебют пансиани конечно ход С3 подозрительный белые нарушают целый ряд дебютных принципов отнимают поле С3 у белого коня тратят время позволяют черным немедленно ударить по пешке е4 ходом д5 несомненно сильнейший д5 ход также есть ход коник 6 тоже не такой плохой считающийся примерно равноценным ходу д5 хотя на мой взгляд д5 жестче но в этой партии последовал ход который я не знал последовал ход и в 7 и в 5 и дальнейшее действие мне пришлось производить собственной головой получилось не так плохо но ход d4 очевиден потому что если пойти d3 это согласиться играть королевский бенбит с плохо преждевременно выведенным конем на f6 то есть пешку e5 не забрать и плюсов от этого от взятия ef конечно будет немного ход d3 сейчас сломает один а нам всем понятно что фигурке надо стоять максимально активно ответ черных тоже выглядит самым разумным и конь бьет e5 но тут у черных есть два хода взятия на e5 и еще есть ход d6 интересный мой противник сыграл конь f6 что позволило сразу же начать развивать фигуры на максимально активные поля но вообще ход х5 шаг грозил поэтому про d6 я наверное вас обманул на d6 х5 ну кстати тоже там не такая ясная позиция g6 конь бьет g6 конь f6 х4 а нет все ясно но ход конь бьет e5 вполне заслуживал внимания но конь f6 самый естественный он g5 коня связали и хотим продолжить развитие фигуры d6 значит если мы сейчас возьмем на c6 то будет укреплен черный центр центр черный пешка e4 она достаточно неприятно стесняется позицию белых фигур ну и то что здесь сдвоенные пешки использовать белые как-то это не могут значит слабостью это точно не является сейчас придут d5 слон d6 тракировка у черных есть линия f для борьбы с белыми фигурами конечно конь идет на e3 по немцовичу блокадное поле e3 слон сыграет d5 если черные пошли d5 белые бы просто тут же забрали бы эту пешку и все бы закончилось последовал естественный ход рокировка пользуясь тем что хода d5 нет слон вышел на c4 и висит пешка e4 через где-то месяц после партии я узнал что ход конь e8 был рекомендован в свежей книге под авторством Анатолия Евгеньевича Карпова кто вред коллеги уходил я не посмотрел конь e8 оценка после этого хода была равно плюс это я к чему говорю к тому что конечно надо пользоваться книжками для того чтобы изучать дебюты но нельзя им слепо верить мне повезло что я не знал что в этой позиции оценка равно плюс ход конь e8 выглядит странно естественно белые сделали самый такой напрашивающийся ход h2 h4 после чего становится понятно что конь на e8 стоит не там пешка e4 висит взять на g5 можно но после hg у белых будет атака при материальном равенстве или даже при материальном превосходстве то есть король как раз на h8 стоит совершенно безобразно по линии ничего быть не может конь e4 уверенно защитит пешку f2 белые быстро рокируют в длинную сторону конь на c6 тоже расположен отвратительно и мой противник на g5 не взял но условный f5 ход конечно тоже рекомендовать нельзя потому что белые просто надвинулись в центре и сейчас заберут пешку e4 и останутся с лишней пешкой при этом слон на e6 по максимуму стеснил позицию противника ход e3 это такое отчаяние конечно белые бьют не пешкой они бьют слоном на h4 бить нельзя из-за ферзи h5 никогда нельзя на коне e5 поле d3 мы прикрыли черные пытаются бороться со слоном e6 но уже поздно то есть белые заканчивают развитие и ведут своего коня на g5 взятия на e6 они не опасаются после d7 висит конь на d7 на коне f6 последует конь g5 суброзой конь f7 в общем позиция черных потихоньку разваливается ее можно уже оценить как безнадежно и дальше было просто добивание из добивания что можно отметить можно отметить что удалось максимально коротким путем оформить победу то есть по-прежнему у черных ослаблен король и белым надо пытаться дать мат конь идет на g5 угрожает и ферзь d3 и g4 в дальнейшем коне e6 и e5 и слон d4 с давлением на пешку g7 слон бьет g5 понятно вскрыли линию ашу белых матовая атака при лишнем материале поэтому удивляться что партия молниеносно закончилась победой белых напали на ладью вынудили ход g6 и провели стандартную комбинацию то есть черный король расположен безобразно но ладья на f5 стоит неплохо ее сгоняем черные пытаются контратаковать конечно упор не было ладья f8 хотя после ладья f8 проходила та же самая комбинация слон d4 шаг и ладья бьет h7 то есть в таких позициях как говорил гроссмейстер живший примерно 100 лет назад приставший примерно 100 лет назад цевелей тортаковер комбинация естественно как улыбка младенцев черного короля не защищает никто кроме пешки h7 и по линии а к нему заходит гость и ферз единственный ответ король g8 и после ферзи 7 мат поэтому черные сдались всем спасибо за внимание очень прошу писать замечания которые у вас есть по тем роликам которые я опубликовал уже так же буду очень рад если эти видео подтолкнут вас к тому чтобы подписаться на мой канал потому что очень хочется начать проводить стримы а пока что количество подписчиков ну не для кого проводить то есть меньше двухсот человек очень мало то есть это конечно тоже внушительная группа то есть при этом подавляющее большинство наверное мои друзья и они с удовольствием посмотрят даже позднее после того как я запишу но хотелось бы в прямом эфире уже что-то потихоньку начинать делать еще раз спасибо за внимание своим домом игросмейстер Роман Ильич до свидания